Изюминки, скажем так, в виде DBX есть еще. Отличный плагин, я его где-то уже показывал, но... Мы можем прочитать наш с вами Нойз на пушку от аудиотехники. А что у нас получилось по итогу, сравним записи. Всем привет, вы на канале Антона Бустера и сегодня мы будем записывать голос. Дороги, все знают как писать звук, на что писать звук, но я заметил очень часто многие допускают самые элементарные ошибки. А уже впоследствии на постобработке мучаются... И не понимают, как им исправить запись голоса вашего, либо сделать обработку ваших звуков, которые вы записали. Сегодня я дам основные советы, которые помогут сделать вашу запись голоса или звука профессиональнее и качественнее. А также сегодня сравним запись на микрофон конденсаторный, АКГ профессиональный, на рекордер Zoom H6, на пушку от аудиотехники и непосредственно на сам телефон. А в конце ролика я покажу, какую я применяю постобработку, чтобы запись была профессиональная, сочная, как в кино, либо в подкасте. Как уже многим известно, 70% успеха, качество звуков или вашего голоса зависит именно от записи. И первый совет, конечно, который я бы дал ребятам, кто пишет не в подготовленных акустических помещениях, это позаботиться о шуме, который присутствует у вас либо в комнате, либо за окном. Поэтому постарайтесь закрыть все окна, постарайтесь выключить все источники шума, такие как кондиционер, чтобы потом уже не мучиться на постобработке. Как только вы поймете, насколько непросто чистить звук, я думаю, что вы больше будете ценить данный первый, самый простой этап. Второй главный момент это отражение. Конечно, не у всех есть возможность сделать профессиональную студию, либо сделать звукоизоляцию, поэтому постарайтесь найти место у себя в комнате, либо в помещении такое, где минимальное количество голых стен, чтобы максимально исключить отражение. Помогают в данном случае нам диваны, шкафы, чтобы минимизировать, соответственно, вот эти отражения. Также, если вы пишете на петличку звук, вот подобную, такую как Боя, либо Роуд, учитывайте, что петличку стоит закрепить надежно, таким образом, чтобы она не гуляла у вас при записи, если у вас тем более какие-то движения. Чтобы микрофон не касался одежды, вашего тела, это поможет избежать совсем таких артефактных искажений, шумов, ноизов, которые в разы сложнее чистить, нежели просто убрать какой-то шум на бэкграунде. Ну и последний маленький важный такой момент, это дальность, да, от источника записи. Когда мы пишем звук близко, он четкий, ясный, понятный. Если мы отдаляемся и говорим, и пишем вот так вот, то у нас захватывается больше каких-то искажений, и звук становится более глухим и отдаленным, скажем так. Давайте потестируем теперь запись нашего голоса на разные микрофоны, и поймем, есть ли отличия в качестве, и разберемся, какую же постобработку нам применять, если у нас все-таки случилось такое, что запись некачественная. Всем привет, вы на канале Антона Бустера, и сегодня мы будем записывать голос. Всем привет, вы на канале Антона Бустера, и сегодня мы будем записывать голос. Ну что, давайте теперь послушаем, что у нас получилось по итогу, сравним записи и сделаем ту самую постобработку, о которой говорил. Всем привет, вы на канале Антона Бустера, и сегодня мы будем записывать голос. Всем привет, вы на канале Антона Бустера, и сегодня мы будем записывать голос. всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем записывать голос всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем записывать голос ну как вы уже слышите лучше всего конечно пишут конденсаторные микрофоны на зум и телефон у нас слышен достаточно яркий noise и наш с вами окрас комнаты как раз да всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем за на примере записи телефона я покажу какую обработку можно сделать чтобы добиться более-менее хорошего звучания конечно же тут нужно учитывать что у нас запись динамически достаточно нестабильный конечно же компрессор исправляет это всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем за чтобы почистить ность можно воспользоваться конечно же штатным каким-то но из гейтом да всем привет вы всем привет вы на канале антона бустера и таком случае нам тяжело сделать это грамотно и без потерь качества нам помогает в таких ситуациях изотоп rx у меня было где-то на канале уже видео где я чищу ность с помощью данного плагина он хорош тем что во первых мы можем работать с анализаторами нашего шума и такой пресет как spectral denoise отлично с этим справляется мы изучаем наш отрывок шума нойза после чего мы можем сделать превью всем привет вы на к всем привет вы на к мы слышим что уже в принципе но из данный ушел делаем кнопочку рендер и видим как наш но и всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем за также мы слышим что у нас есть наша эха комнаты с помощью deriverb либо диалог deriverb мы можем убрать данное отражение опять с помощью кнопочки learn мы можем изучить наш с вами нашу с вами дорожку послушать всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем записывать голос и слышим что он мягенько достаточно сгладил наше с вами эхо и есть отличная возможность здесь делать редакшн именно по определенному спектру дам то есть низкие высокие в основном искажение отражение у нас на верхних частотах делаем кнопочку рендер также всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем записывать голос также мы слышим что у нас достаточно такие не очень приятные верха до записались на телефон с помощью мульти бен компрессии мы можем это исправить всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем записывать голос и помимо этого я думаю что стоит также проработать ds ram нашу с очку которая также не очень приятно звучит всем привет вы на канале антона бустера и сегодня мы будем записывать голос и послушаем с оригиналом как это звучит всем привет вы на канале антона бустера и сегодня всем привет вы на канале антона бустера и сегодня То есть разница колоссальная. Что касается обработки, которая подходит больше, конечно, для работы с конденсаторами, микрофонами, да, и записью, все то же самое, да. Всем привет, вы на канале Антона Бу. Мы чистим нойз, также изотопом, но есть вот маленький такой секретик, который я применяю. Во-первых, у меня помимо записи на конденсаторный микрофон, микрофон прогоняется через преамп, микрофонный преамп DBX286S. Это категория обработки, да, она может быть так же, как и симулирована в виде VST плагина, но аналоговая штука, такая коробочка, на экране ее видите, она дает возможность нам уже сделать пре-продакшн, такой как компрессия, DSR тот же, да, там встроенный, плюс возможность входного и выходного, да, усиления громкости, ну и, конечно же, добавление обертонов на низких и высоких частотах. Это очень крутая штука, в которой заключается, на самом деле, основной секрет, чтобы раскрыть еще больше наш с вами голос, да, для записи какого-то подкаста, либо роликов. Но помимо моей вот этой изюминки, скажем так, в виде DBX, есть еще отличный плагин, я его где-то уже показывал, но покажу еще раз, опять же, от Изотопа, Нектар 3. Я им пользуюсь, есть уже, наверное, другие версии, но у него есть отличные пресеты, которые делают наш голос достаточно таким насыщенным и интересным. Слушаем. Всем привет, вы на канале Антона Бустера и сегодня мы будем записывать голос. Всем привет, вы на канале Антона Бустера и сегодня мы... Всем привет, вы на канале Антона Бустера. Конечно же, стоит также почистить изотопы RX, чтобы это было профессионально, звучало без нойзов, как уже говорил. И стоит учитывать еще вот такие штуки, как поп-фильтр. У меня в данном случае это просто поролон, но при записи какой-то коммерческой, да, там, подкаста, стоит применять, конечно, тканевый поп-фильтр. Он вот эти штуки точно отсекает и не дает возможность записи вот этих воздушных потоков. Давайте тоже здесь проанализируем нойз, уберем его в любом случае. Всем привет, вы на канале Антона Бустера и сегодня мы будем записывать голос. Вот так как у меня, опять же, неподготовленная комната, голые стены, мы все равно здесь слышим риверочек, да, какой-то. Мы также его можем почистить, но в данном случае я уже не буду этого делать. Просто показываю, да, вот эту обработку, которая действительно делает наш голос сочным, красочным и дает возможность работать как за кадровым голосом, да, для каких-то коммерческих проектов. Я очень много таких проектов делал и вот этот плагин, Nektar от Изотоп, очень выручал меня в различных проектах. Какой можно сделать вывод, ребят? Писать звук можно на все, что угодно. Главное понимать, для чего вы это делаете. Это ваш ролик на YouTube, это запись звуков для вашего проекта, саунд дизайна, например. И, конечно, если вы будете на старте учитывать вот эти все моменты, советы, которые я давал вам, вам будет проще в разы заниматься уже пост-продакшеном и доделывать, скажем так, до идеала ваш звук, ваш голос. Вот. Секретной какой-то пост-обработки нет, как вы уже поняли, если нужно окрасить Nektar, если нужно почистить Изотоп RX, если нужно как-то привести в порядок, достаточно эквализации, компрессии, обычного Нойзгейта, и этого достаточно. Мы будем прощаться с вами, если этот был ролик вам полезен, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео. Мой канал, как вы уже поняли, только-только набирает обороты, и в этом вопросе я бы хотел именно вас попросить поддержки. Также не забывайте, у меня на Бусте есть эксклюзивный контент и закрытый чат для бустазавров. До скорых встреч, с вами был я, Антон Бустар, встретимся в следующем ролике. Пока-пока.